Всем привет! Сегодня у нас в обзоре, скорее всего поиск неисправности я хотел назвать инвертора от СИП контакта IS24 3000 на 3000 кВт 24 вольтовый. Сегодня мы с разберем и попытаемся найти в чем же у него неисправность. Как я понимаю тут снимается сначала всего лишь верхняя часть, а нет, мы можем половиниться. Проблема с инвертором была в том плане, что на вход 220 подали 220, то есть встретилась матушка наша. Те же самые как у АЭлектроники, трансформаторы залиты немножко лаком, немножко прям я бы сказал. Технология походу вся та же самая, даже немножко силиконом подзалиты. Крестик, крестик. Очень какие-то мелкие винтики и очень их много, но это я помню прям с советского времени идет. Что дофига и непонятно зачем мне, только ничего не держится. Можно было как-то красивее придумать все-таки, причем винты одноразовые. Сверху как мы видим проблем нет у нас, короче тут где-то у него предохранитель уменял человек. Кулер у нас тут. Ага, это как оно такое прям, подключено так. А, два питания, ну ладно. Странно, там трехпиновый разъем, а окулера двухпиновый. Так и часть берется от, от, о, располовинивается оказалось. И так. И так. Так, у нас здесь есть диагностический разъемчик. Диагностический. А, вот они предохранители. По 12 вольтам неисправна схема, это у нас именно 220. Самый нижний блок, который предстоит ремонтировать. Но, скорее всего, не нижний, а верхний, потому что 220 наверх залетело. Там, скорее всего, ключи выбило отсюда и выбивает нижние ключи. Инвертор мощный, поэтому, если у вас сдохли мощные предохранители, это не говорит о том, что поменяв их, у вас все заработает. Это очень большая редкость. Это один на миллион такой случаев. Обычно предохранители сгоряют только тогда, когда серьезное короткое замыкание есть. Причем здесь предохранители у нас установлены на 30 ампер каждый. Их три штуки на 90 ампер получается предохранителей. Так, ну плата на внешний вид очень красивая. Вот, смотрите, это вот нижняя. Как видим, чисто электроника, только у электроники один трансформатор. А здесь их немерено. Я не знаю, что так все SIP-контакт хвалят, конечно. Вот, смотрите, это по выходу 220. Вы представьте, сколько трансформаторов. Тут просто на трансформаторах можно разориться. А, так это два инвертора. Точно? Точно, два инвертора. По ходу на полтора и на полтора киловатта. Капец. Даже не приклеено, все болтается. Капец. И, ребята, скажите, за что платить 20 косарей, если тут даже толком не зафиксировано. Итак, предстоит выяснить, в каком именно блоке. Ну, скорее всего. Скорее всего, в верхнем. Хотя, не факт. Они, по ходу, объединены. Так, вот у нас 220 идёт. 220 идёт. Что-то я не врубаюсь. через... Так, это, по ходу, у нас... Да, это земля. Земля вот по радиаторам идёт. То есть, по идее, он заэкранирован. Так, вот 220 идёт. 220 вышел. Ха. Хотите интересную. Тут два инвертора параллелятся. Вот эти два инвертора просто тупо запараллелены. То есть, можно сделать питание. А вот они, две платы управления. Поэтому электроника не делает именно вот такого плана. Потому что говорят, что проще нам сделать вот такого плана. Но мы идём, как бы, сложным путём. И делаем мы мощные инверторы. И экономичные. То есть, мощь у них там по-другому, значит, рассчитывается. То есть, они знали про эту фишку. Потому что СИП-контакт и электроника, это была в одно время одна этаж контора. Моё предположение, это вышел из строя где-то полевичок. Либо транзистор. По одной из цепей. И, соответственно, вот оно и короткое замыкание. Не, ну, всё-таки очень прикольно. То, что... Слушайте, а если вот это отключить блок, этот связки. Вот это вот. То это получается два по полтора на 24. То есть, два полторашника на 24 вольта. Это круто. Это круто. То есть, купил и одна часть сгорела. Один себя ставил. Да. Ну, так как у них, скорее всего, запараллелено что-нибудь. А, по проводам 24 вольта, вот они параллелятся. Именно по проводам. То есть, винтовое соединение тут везде идёт. В термоусадке вдвойной. Видно сразу, что грель огнём. Следы характерные. Капец вообще. Конечно, схемка. Снимая вот этот переходник, мы отделяем два инвертора. И можем ремонтировать уже непосредственно каждый отдельно. Так, ну, первая часть ознакомления, наверное, уже можно закрывать, чтобы видео было не таким уж длинным. То есть... А, по поводу ремонта, это, скорее всего, я следующей частью сейчас отсоединю два инвертора, чтобы они мне не мешались. А потом буду соединять обратно. То есть, для себя я вот сниму часть. Так, провода. И потом, в следующей части, где я неисправность найду, мы уже с вами рассмотрим конкретно по деталькам. Так проще будет. Так... Через бумажечку... Не знаю, почему-то только в России такое есть. Самый дешёвый вариант бумажка. Не лак, не какой-то силикон, а бумажка. Так... Ставим стрелочку вверх. Это специально, чтобы не забыть. Когда занимаетесь ремонтом, да, рекомендую, как бы, указывать себе направление. То есть, уже будете в курсе, что это верхний блок. Соответственно, вторая часть, это нижний. Там можно ничего не рисовать. И что, верхняя стрелочка? Это вот так вот именно подключается. Все. А вот еще по кулерам. По кулерам. Мне вот интересно. Так... Не используется крайняя нога в эту сторону. То есть, две используются ближе к трансформаторам. Так, где они? Вот они в темноте находятся. Вот этот можно сразу загнуть. Как бы, для себя. Чтобы потом, ну, не промахнуться. И не... Ну, правильно всё изначально подключить как надо. Так же у нас... А! Во! Смотрите-ка! У нижнего инвертора, отличие от верхнего, то что, видите, вот два проводка идёт. Это на кнопочке изначально у нас заменяет индикацию. То есть, вот эти две кнопки. Активный спящий режим. Включить и выключить инвертор. А здесь у нас этих кнопок нет. Вот они. Разъёмы есть. То есть, буквально тут ремонт блочный. То есть, выкинул блок, второй блок поставил. То есть, в принципе, тоже неплохо очень придумано. То есть, если запустить один, да, то хоть... То есть, вернее, если у вас горит инвертор и какая-то часть всего лишь вышла из строя, Вам труда не составит, как бы, один оставить. То есть, либо скинуть детали на второй проверить, да, а потом этот восстановить по тем же методам. Ну, то есть, есть уже с чего брать детали, чтобы выяснить, например, сложность ремонта, если вот этого составляет, да, например, блока или вот этого. Берём отсюда, подкидываем методом научного тыка и уже выясняем. Радиаторы, кстати, здесь полированы. Прямо до блеска смотрю. Ну, с внутренней стороны там плоховато видно. Вот здесь кусочек видно, что заполирован. Насколько это будет уже видно. Платы подогнаны. То есть, неровные платы, выгнутые. Это говорит о том, что где-то у нас перенапряжение. Причём, вот здесь вот транзистор без крепежа и вот он тупо в воздухе, можно сказать, висит. Используются силиконовые такие резинки теплопроводные. Это для транзисторов. Ну, в общем-то, всё. Вот он весь ремонт, блин. Отключил, открутил. Ага, так не получится. Ну, в принципе, по идее, можно даже откусить. Тут уже так видно. Вот три проводка. Кулеры также вот вынимаются. Кулеры такие же, как у электроники. Один в один. И инвертор очень похож на полторашку от электроники. У меня, который 1.6, можно посмотреть там из обзоров. Он помощнее немножко сделан. Трансформаторов там столько нет. Там вроде около четырёх или максимум пяти. Здесь их шесть. Причём здесь какое-то разделение странное идёт. По ходу, либо по двенадцати вольтам собирают двадцать четыре. Не важно. Не буду делать предположения. Ладно, всё. Не будем затягивать. Это у нас разборка. Первая часть – это разборка и ознакомление с внутренностями СИП-контакта на три киловатта, пиковая шесть, на двадцать четыре вольта. По мере ремонта, соответственно, будет вторая, третья часть. В зависимости от того, понадобятся они или нет. На этом всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока. Пока. Пока.